Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем о событиях пятницы, 20 апреля. Смотрите в ближайшие минуты. Ура! Ура! В городе начались массовые репетиции Парада Победы. Что нового смогут увидеть калининградцы на параде 9 мая? Вот здесь лежит 190 килограммов метеорит. Смотрите, он такой красивый вид, где-то рыбы. Конца света не будет. Метеоритный дождь накрыл Калининград, а жители даже не заметили. Это людей, желающих сдать намного больше, чем даже мы рассчитывали. Такого прилива крови медики не ждали. Как в городе отметили национальный день донора. И мы видим, что уже и травка зеленеет, и сумочка блестит. То есть вегетация растений началась. Когда в Калининград придет настоящее потепление, и не ждет ли нас очередное похолодание, метеорологи и экологи дают советы, как распознать настоящую весну. Простите, вы пугаете наших клиентов. Почему вечера на Первом городском лучше коротать с любовником? Очередные секреты вечернего показа от культурного обозревателя. Теперь подробнее. В городе начинаются репетиции Парада Победы. Более 1300 военных провели совместные занятия в пешем строю. Строгий шаг, четкая дистанция и троекратное ура. И все это происходило под звуки сводного военного оркестра. Как прошла первая репетиция в нашем первом сюжете без комментариев. Ура! 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 Основные проблемы, которые сейчас возникают, это добиться равнения в Шеренгах. Ура! 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 И четко острового шага. Ура! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы рассчитывали сегодня на 100 человек, а он реально где-то будет человек 120. Медики собрали даже больше запланированного количества крови. Правда, много ее не бывает. На станции переливания всегда должен быть запас, потому что какая кровь понадобится и в каком количестве предугадать невозможно. В области начали гореть леса. Правда, не по-настоящему, а по сценарию. В Черняховском районе развернулись массовые учения спасателей. Десятки машин, спецтехники и даже воздушная артиллерия. Участие в тушении пожара приняли даже местные жители. Наш корреспондент Полина Степанюк теперь знает, на что способны спасатели МЧС. По легенде учений, пожар распространяется скоростью 3 метра в минуту, то есть через час пострадает 200 метров леса. Пожарным нужно в кратчайшие сроки обезвредить очаги и потушить огонь. К месту возгорания в поселке Пеньки Черняховского района приехали сразу несколько пожарных расчетов. Техника с легкостью одолела овраги и добрались до очага возгорания. Правда, импровизированного. Сначала в бой с огнем вступает бригада пожарно-химической станции. В области она единственная. МЧС помогает в тушении, если есть угроза жизни людей. Пока нескольких десятков пожарных пытаются вручную потушить огонь. На подмоге у них и арендаторы земельных массивов. Для них это вовсе не учение. Мы к учениям не готовимся, мы готовимся всегда к лесным пожарам. Поэтому всегда мы готовы в любое время и оказать помощь, и стушить свои пожарные торфянники. Для нашей области лесные пожары не так опасны, как для других регионов страны. Все благодаря переменчивой калининградской погоде. Но дату боевой готовности спасатели для себя уже определили. Пожароопасный период вводится приказом Агентства лесного хозяйства после того, как покров земли полностью освободился от снега. На территории Калининградской области пожароопасный период начался 1 марта. 1 апреля. И тем самым, скажем так, дата это не с отсчетом. То есть у нас сегодня проводится специально для этого учения. Это учения, которые показывают и свидетельствуют о готовности. Когда не хватает сил у наземных служб, на помощь приходят воздушные. Но даже пяти тонн воды иногда недостаточно. Завершают тушение пожарные вручную с помощью мотопомп. За час учения работало 8 машин. На три очага возгорания ушло больше 30 тонн воды. В реальной ситуации спасатели работают куда оперативнее, говорит начальство. Насколько бы не были готовы мы, 99% лесных пожаров происходят по вине людей. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим землякам, что будьте очень осторожны с огнем лесу. Есть силы с леса, которые готовы выполнить свою задачу по предназначению. Но беречь лес от пожаров – это наша общая задача. Как говорит руководство, учения прошли на твердую четверку. Спасатели справились с тушением, владельцы лесной земли сохранили свои владения. Полина Степанюк, Дмитрий Суворов, Служба новостей «Город». К другим темам. Умный, добрый и послушный. Вот уже несколько дней в семье Косниковых проживает пес по кличке Черный. Попал он к новым хозяевам совершенно случайно, но держать его у себя они больше не могут. Возможно, пес потерялся, а может от него просто избавились. Наш эфир продолжает рубрика «Пристроим вместе». Съемочную группу приветливо встречает четвероногий герой этого репортажа и его новая хозяйка. Пес по кличке Черный осваивает свой новый дом и ни на шаг не отходит от Насти. Четыре дня назад она забрала его у своих соседей. Собаку им просто кто-то подкинул через забор. В доме много кошек и оставить Черного у себя соседи не смогли. Он был от людей точно, потому что у него был ошейник от клещей и блох. Сосед потом снял его, потому что боялся, что вырастет с него. Видимо, пес попросту оказался не нужен старым хозяевам. Хотя по внешнему виду он абсолютно здоров, энергичен и постоянно играет. Да и с аппетитом у собаки все в порядке. Пес очень послушный и, как заверила Настя, легко подается дрессировке. Но оставить его у себя она не может. В доме уже есть полноправный четвероногий член семьи Снупик. Если вы готовы взять Черного к себе домой, обращайтесь по телефону, который вы видите на своих экранах. Или звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Смотрите во второй части нашего выпуска. И мы видим, что уже и травка зеленеет, и суммышко блестит. То есть вегетация растений началась. Весна отвоевала место под солнцем. Как пробуждались животные и почему рыбаки собираются уйти в спячку. Вот здесь лежит 190 килограммов. Метеорит. Смотрите, он такой красивый видит рыбы. Конца света не будет. Метеоритный дождь накрыл Калининград, а жители даже не заметили. Простите, вы пугаете наших клиентов. Почему вечера на Первом городском лучше коротать с любовником? Очередные секреты вечернего показа от культурного обозревателя. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. По каким приметам определить, вступила ли наконец весна в свои права в нашем городе? Синоптики обещают до плюс 20. В зоопарке жирафы выгуливают потомство, а страусы уже начали нести яйца. Пока природа пробуждается, любителям рыбной ловли придется отдохнуть. Почему? И какие еще приметы весны удалось узнать в нашей съемочной группе? Смотрите далее. Пернатые пирами ощутили дыхание весны. Раньше других обитателей Калининградского зоопарка в открытый вольер переселились розовые кудрявые пеликаны. Неделю назад подышать свежим воздухом вышел и черный лебедь. А ближе к майским праздникам за свое место под солнцем начнут воевать и розовые фламинго. Всю зиму они сидели в довольно тесном помещении. Как и все же, недосадок солнечно-светов, витамина Д, витаминоз. И просто движение свежего воздуха. Естественно, для них вообще птицы это такие свободные животные, которым нужно много пространства. Родные просторы для этих пернатых – африканские саванны. Зато на Самбийском полуострове страусы уже в апреле начали нести яйца. А в свой профессиональный праздник, День птиц, даже устроили настоящий забег, чтобы встряхнуться от долгого пребывания в зимнем вольере. Пока пернатые вьют гнезда, животные уже вовсю выгуливают потомство. Маленькая жирафиха Мерида на свет появилась в конце прошлого года. Сейчас ей пять месяцев. Солнечные ванны также принимают топиры и кенгуру. Кстати, в этом году калининградцы впервые смогут увидеть детеныша – большого серого кенгуру. Когда первый раз выпустили жирафов, это было в конце марта месяца, это был настоящий танец, наверное, жираф. Они носились по вольеру по-своему, были очень рады. И, наверное, тем самым выражали свое такое состояние, что, наконец, весна, наконец, мы почувствовали и находимся на улице. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не даст уснуть и калининградцам. Хотя в первой декаде апреля температура была даже ниже нормы. Сейчас в ночные часы 4,9 градусов, а днем столбик термометра поднимается до 15. Зато в субботу воздух прогреется уже до 20, а в воскресенье по области даже прогремят первые грозы. В середине следующей недели более теплая солнечная погода ожидается. То есть этот циклончик отойдет, депрессия немножко сместится, и на смену ей придет гребень высокого давления, будет более солнечная погода, осадки будут маловероятны, температура устойчива будет около 20 градусов дневные. Зимняя депрессия у растений закончилась, когда среднесуточная температура составила плюс 5 градусов. Научным языком это явление называется вегетацией. А в народе говорят, природа пробуждается. Еще одна примета наступления настоящей теплой весны – массовый нерест рыбы. В этот период рыбакам лучше спрятать свои удочки подальше, иначе придется заплатить штраф. Ограничение лова рыбы вводится на период с 20 апреля по 20 июня. В это время запрещается рыбачить на расстоянии 500 метров от камышовых зарослей или от береговой черты. Под запрет попали прибережные зоны Куршского, Калининградского заливов и других водоемов в черте города и области. Нарушителей ждет штраф от 1000 до 2000 рублей. Для лиц юридических и должностных суммы гораздо выше. Мария Постникова, Виктор Буздин, Служба новостей город. ОМВД предлагает ввести тариф на домашних животных, а Центральный банк – вывести из оборота мелочь. Эти и другие новости в нашей рубрике «Короткой строкой». Центробанк предлагает вывести из оборота копейки и пятаки. По словам экспертов, возникла парадоксальная ситуация. Россия выпускает монет больше, чем любая другая страна мира, но постоянно сталкивается с их дефицитом. Все дело в том, что монеты, особенно мелкие, не возвращаются в кассы, так как их теряют, а дают играть детям, делают из них ювелирные изделия и даже сдают как металлолом. Этот вопрос пока поставили на рассмотрение. В субботу полиция ждет всех жителей области к себе в гости. 21 апреля начальники управления ждут калининградцев в 10 утра на утро открытых дверей. Любой сможет пожаловаться на деятельность работы полицейских. Предварительная запись не обязательно сообщает пресс-служба УВД. А в понедельник, 23 апреля, уже можно будет записаться на прием к начальнику областного УВД Евгению Мартынову по телефону 302-042. Экипажи ГИБДД оснастят системой ГЛОНАСС, так как хотят контролировать работу полицейских. Скоро система слежения за сотрудниками появится на 16 экипажах ДПС. На цифровую радиосвязь переведут и все радиостанции инспекторов. Опять же для контроля всех действий сотрудников. В Калининграде покажут неигровое немецкое кино. Авторы картин ищут ответы на непростые вопросы и ведут конструктивный диалог со зрителем. В рамках кинодней можно будет не только увидеть авторское кино, но и получить уникальную возможность познакомиться с его создателями. Большинство фильмов, вошедших в программу, авторы представят публике лично. Всех поклонников интеллектуального кино ждут в клубе «Репортер» в субботу в 15.30 и в воскресенье в 16.00. УМВД предложило включить в квитанцию по ЖКХ дополнительную плату за собак. Согласно этому предусмотрена регистрация животных по месту жительства. Домашнее животное – собака. Ее люди моют, она выгуливается. Должны владельцы оплачивать эти услуги, сказал начальник управления Заговорский. Эту инициативу решили обсудить на встрече с представителями ЖКХ, чтобы понять, в чьих полномочиях находится к... 9 рублей 52 копейки, евро – 38 рублей 81 копейка, литовский рит – 11 рублей 23 копейки, польский злотый – 9 рублей 26 копеек. На Калининград упал метеорит. И не один, а больше сотни. Местом приземления небесных сил стал Музей Мирового океана. В пятницу московские поисковики представили коллекцию метеоритов из разных частей мира. Откуда упал осколок и может ли в Калининграде пролиться метеоритный дождь? Об этом расскажет Наталья Сидорчук. Вот здесь лежит 190 килограммов метеорит. Вот видите, он такой красивый в виде рыбы. Сеймчан – самый большой камень, который смогли привезти авторы выставки. Его нашли в Магаданской области. Там на Землю упало больше сотни метеоритов, и это не самый огромный. В одном из музеев России хранится экспонат массой больше 4 тонн. Большинство редких космических пород прилетает на Землю с пояса астероидов, но в этой коллекции есть осколки и Луны, и даже Марса. Правда, определить на 100%, что камень действительно с этой планеты, ученые не могут. К Марсу уже летали управляемые аппараты, брали анализы атмосферы. В частности, изотопы кислорода показывают, вот этих метеоритов показывают, что очень похоже на марсианский кислород. Значительную часть этих метеоритов Сергей Петухов нашел лично. Многочисленные экспедиции позволили собрать коллекцию вторую по величине после Российской Академии наук. Большая часть всех метеоритов, которые падают на Землю, это камни и минералы. Но бывает, что с неба летит и обычное железо. Этот метеорит, трудно выговариваемым названием Монио, на Луста нашли всего два года назад на севере Швеции в Лапландии. Определь, когда он точно упал, невозможно 15 тысяч лет назад или 30. Его вряд ли удастся поднять. Весит он 90 килограммов. Зато можно беспрепятственно потрогать и загадать желание. Те, кто собирают метеориты, верят, оно должно сбыться. Ведь перед вами осколок падающей звезды. У каждой такой звезды есть собственное имя. Его метеорит получает от названия ближайшего населенного пункта, где его нашли. Точнее, получает название «Весь дождь». Поэтому в разных частях мира может быть не один семчан. Камня с названием «Калининград» в коллекции пока нет. Да и не предвидится. Несмотря на роковой 2012 год, ученые не ждут в ближайшее время метеоритный дождь. Никто не наблюдает приближения крупного тела, которое должно упасть на нашу планету. Но случаи такие бывали в истории Земли. Так, по одной из версий, именно падение метеорита изменило ход истории Земли. После него вымерли динозавры и исчезли некоторые виды морских животных. Наталья Сидорчук, Дмитрий Сметанин, Служба новостей, город. Что общего у Полины Гагарина и Сергеем Лазаревым? На кого будут охотиться собаки? Почему испачкают машины? И что нового в зоопарке? Об этом и другом в нашей постоянной рубрике «Планы на выходные». Кумиры миллионов Полина Гагарина и Сергей Лазарев выступят в эту субботу в Калининграде. Победительница «Фабрики Звезд 2», обладательница сильного вокала выйдет на сцену торгового центра Европа в 16.00. А покорять женские сердца будет известный актер, певец и телеведущий Сергей Лазарев. Намерен он это сделать в 19.00. Свежий воздух и грязные автомобили. В поселке Кумачево пройдет первый этап чемпионата области по трофи-рейдам. Преодолевать бездорожье на авто будут в два дня. В субботу старт для первого заезда в 11.00, в воскресенье в 10.00. Собаки выйдут на охоту. В воскресенье в 9.00 утра состоятся соревнования по курсингу. Ловить дичь, причем на скорость, будут борзые. Для оценки работы собак и их хозяев приглашены эксперты из Москвы. Болельщиков ждут в поселке Прохоровка за мотелем «Балтика». Вход бесплатный. Войны снова выходят сражаться. Посмотреть рыцарское шоу «Донжон» приглашает всех любителей истории. В программе также турнир по фехтованию, стрельба из арбалета, прохождение под копьем, удержание топора. Встреча в историко-художественном музее в воскресенье в 14.00. Человеческое одиночество и отсутствие взаимопонимания. Такие проблемы затрагивают актеры театра на Западе в новом спектакле. Сюжет довольно необычен. В парке случайно встречается примерный семьянин Питер и почти что бродяга Джерри. Что общего между ними и чем заканчивается диалог? Вы узнаете из пьесы премьера «Что случилось в зоопарке» в воскресенье во Фременских воротах. Начало в 19.00. На сегодня это все. Если вам есть что рассказать городу, позвоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04. Или пишите на наш электронный ящик. Канал 1.собакамейл.ру Напоминаю, что все наши новости дублируются на сайте 1городской.ру В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин